Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск разговора о медицине. Тема сегодняшней программы – «Никто не застрахован» или «Как предупредить и распознать болезнь Альцгеймера?» Сегодня у нас в студии Гаврилина Ольга Владимировна, главный внештатный специалист-психиатр Министерства здравоохранения Ульяновской области. Здравствуйте, Ольга Владимировна. Добрый день. Ольга Владимировна, скажите, пожалуйста, вот по наблюдению Всемирной организации здравоохранения около 6-12% пациентов старше 65 лет страдают этим недугом. И ожидается, что в ближайшем будущем эта цифра может вырасти в 3-5 раз. То есть, по сути дела, сейчас уже каждый десятый, да, и еще вырастет в 3-5 раз это количество пациентов. Скажи, пожалуйста, вот в Ульяновской области насколько распространено это заболевание и вообще какая статистика? Действительно, сейчас заболеваемость с деменциями значительно возросла за последние годы, в том числе и заболеваемость с болезнью Альцгеймера. Насчитывается около 50 миллионов человек во всем мире, страдающими данным недугом. Если говорить о других странах, в частности, например, вот в Соединенных Штатах Америки около 5 миллионов болеет. Это огромные цифры. В России данные колеблется от 1,2 миллиона до 1,8. Что касается, почему так происходит, вот здесь одна из версий, так скажем, объясняющих это явление, то, что происходит в целом постарение населения, это связано и с увеличением продолжительности жизни людей в целом, и с тем, что доля все-таки лиц пожилого, будем говорить, серебряного возраста, конечно, увеличивается. По Ульяновской области я могу предоставить цифры про тех пациентов, которые находятся в поле зрения психиатров. То есть на наблюдении находятся? Да, на наблюдении. Вот, в частности, за 2020 год зарегистрировано у нас 992 человека с деменциями. Здесь все деменции, про болезнь Альцгеймера расскажу чуть-чуть дальше. Но что настораживает, например, даже по сравнению с 2018 годом, произошло возрастание на 4,5%. То есть темпы роста заметны. Если конкретно мы говорим про болезнь Альцгеймера, вроде бы количество небольшое. У нас на наблюдении 64 человека. Но, опять же, по сравнению с 2018 годом, возрастание произошло на 23%. И, конечно, по данному заболеванию у нас только вершина айсберга. То есть у нас только лица уже с очень тяжелыми проявлениями. А большая часть их наблюдается у наших коллег-неврологов. И поэтому они бы эту статистику, конечно, дополнили бы. И здесь вытекает такая не очень приятная особенность, что попадают в поле зрения вообще врачей данные пациенты, как правило, все-таки уже поздновато. То есть уже в стадиях, когда клиническая картина уже в полном расцвете. Увел Владимирович, по-разному называют. Старческий маразм, церебролентарсклероз, деменция. Все-таки какие названия правильные? Как правильно назвать болезнь Альцгеймера? Те термины, которые вы озвучили, имели место быть. Но все-таки сейчас в профессиональном сообществе, в медицинской среде общепринят и является нозологической единицей термин деменция, который, в общем, является синонимом слова «слабоумие». Болезнь Альцгеймера, она так и звучит, как болезнь Альцгеймера или деменция альцгеймеровского типа. Но вообще сейчас у лиц с психическими расстройствами принято говорить как о лицах с нарушением ментального здоровья или лицах с ментальными особенностями. Это более такой мягкий термин, он общепринят в обществе и все-таки немножечко заставляет наше население относиться более толерантно к данной категории пациентов. Владимир Владимирович, а вот все-таки на какие признаки или какие такие вот явления нужно обратить родственникам или близким людям человеку, если у него там развивается вот это заболевание? Вот как вы считаете? Что должно сподвигнуть его, вот их обратиться именно за медицинской помощью? Да, совершенно вот правильный вопрос и очень насущный. В классическом варианте любая деменция, в том числе и болезнь Альцгеймера, имеет три стадии. Это легкая, умеренная и тяжелая. Есть исследователи, которые выделяют еще додементную или преддементную стадию, но вот, к сожалению, мы ее не видим в клинике. Поэтому будем придерживаться классической теории три стадии течения. Единственное, хочу добавить, что на самом деле вот те изменения в мозге, которые происходят и которые приводят в дальнейшем к этому заболеванию, они развиваются, это уже доказано по исследованиям, за 10-15-20 лет до проявления клинических признаков. И, к сожалению, вот на этом этапе мы пока не можем диагностировать заболевание, потому что, ну, это уже только при морфологических исследованиях заметны вот эти изменения в мозге. Так вот, на что нужно обратить внимание? Вот первое, это появление, ну, будем говорить, все-таки это люди пожилого возраста, значит, это бабушки, дедушки, возможно, мама, папа. Появляется забывчивость. Но вот иногда кто-то говорит, вы знаете, я тоже все забываю, ну, допустим, мы с вами можем, да, беседовать, я тоже часто все забываю. Не путайте забывчивость у человека, в принципе, здорового, но который, может быть, устал или загружен работой. Много информации, например. Да, много, ну, мы вообще живем в мире таком многозадачном сейчас, что поток информации огромный, конечно, мы тоже что-то упускаем из виду, мы тоже что-то забываем. Но, как правило, когда человек отдыхает после отпуска, справляется с чем-то, то эта забывчивость, она все-таки временная, она проходит. Мы здесь говорим о забывчивости иного рода. То есть, когда, например, положил очки, забыл, может не найти, положил деньги куда-то, может не найти. Любую вещь куда-то в доме, положил, в принципе, иногда даже в обычное место, но человек не может найти. И иногда и не находит даже. Вот про эту, и когда это продолжается уже какое-то время, то есть постоянно. То есть, получается, кратковременная память страдает больше, да, получается? В этом случае, ну, в принципе, да. При любой деменции начинает, в первую очередь, страдать память на текущие события. То есть, вот сейчас именно, да? Да, то, что происходит здесь и сейчас. Второй момент очень характерный. Человек забывает название предметов. То есть, вот он говорит, дай мне, пожалуйста, и не может сказать, что. Иногда, когда позволяет словарный запас, заменяет. Дай мне то, чем пишут. Дай мне, пожалуйста, то, на чем жарят или в чем варят. То есть, там, кастрюлю, ручку, допустим, сковородку. Вот это тоже очень характерный признак, то есть, он может потом и вспомнить, как этот предмет называется, но вот это, например, проявляется из раза в раз. Очень важно обратить внимание на то, чем человек занимается. То есть, постепенно человек вдруг начинает терять, например, интерес к тем видам деятельности, которыми занимался до. Например, много читал, перестает читать. Играл в шахматы или нарды, перестает играть в шахматы или нарды, и вот вообще любые виды деятельности, которые, допустим, были присущи, постепенно как-то не хочу, не буду. То есть, это уже может говорить о том, что человек не справляется с какими-то вот этими задачами, но он не может объективно оценить это и выдает за то, что просто ему не хочется это делать. Обострение черт личности. Допустим, человек до этого был, ну, будем говорить, несколько бережливым, таким склонным к накопительству, а здесь он вдруг становится жадным, буквально вот скрягой. Человек, допустим, который был общительным, разговорчивым, становится ворчливым, все время брюжит, говорит. То есть, вот это, так скажем, усиление личностных особенностей, характера, как бы изменений в худшую сторону. Многие родственники не понимают, они думают, что в буквальном смысле к нам иногда приводят на прием пациентов и говорят о том, что вот там они издеваются, вот они специально это делают. Люди не понимают, что это уже проявление заболевания. Первый такой колокольчик. Конечно, конечно. И вот эти все признаки, они как раз возникают на начальной стадии. Вот это нужно увидеть и привести к специалисту. К сожалению, в дальнейшем происходит прогрессирование, симптоматика нарастает, и уже появляются более тяжелые проявления, когда практически память теряется. Но вот опять же скажу, что память теряется очень своеобразно. По закону РИБО, так называемому, то есть когда прошлые события, особенно юности, молодости, значимые события, связанные с работой, сохраняются довольно долго, и человек очень долгое время, понимаете, может за счет вот этого апеллировать даже какими-то понятиями и производить благостное впечатление, и никто никогда не скажет о том, что он, допустим, болен. Наверное, скажет, какая память хорошая, все помнит. Да, но когда вы его спросите, что он ел на завтрак или ел ли вообще, что он делал с утра, он не вспомнит. Начинает пациент забывать или путать, потом забывать родных и близких. Дезориентировка появляется во времени, пространстве, собственной личности, путает дни недели. Это уже тяжелая стадия. Ну, это уже вот умеренное, тяжелое, это когда уже практически беспомощный человек, не способный к общению, практически не может он выполнять вообще никакие навыки. В принципе, то, что для обычного человека не составляет труда налить воды, попить, покушать, сходить в туалет, для этого человека это уже проблема и требует постоянного ухода. Ну, тогда вот вы сказали, да, что это уже такие поздние стадии, к сожалению, да, а поймать именно заболевание на ранней стадии очень тяжело и сложно, но все-таки, может быть, есть какие-то исследования, может быть, какие-то разработки у нас, может быть, даже у нас в Ульяновской области, может быть, из вашего опыта или мирового какого-то опыта, да, что действительно вот все-таки на ранней стадии это заболевание. На ранней стадии все-таки это клиника. До клинических проявлений, ну, это нонсенс, практически. То есть никаких исследований таких нет? Нет, исследования проводятся, но пока, понимаете, нет проявлений, в любом случае не произойдет. Мы не сможем поставить диагноз. И поставить диагноз мы не можем. Поэтому все-таки первичное – это обращение к врачу, можно даже к терапевту, но когда вы обозначаете вот эти жалобы, вот эти сигналы, которые вы уже увидели, а затем, конечно, это либо невролог, либо психиатр. И, в принципе, уже при первичной беседе с пациентом, наблюдении за ним и несложных исследований, ну, первое исследование основное – это патопсихологическое или нейропсихологическое исследование, которое совершенно не затратно, но оно настолько показательно. То есть, вот, например, то, о чем я говорила, может достаточно благообразного вида человек сидеть, рассказывать, кто он, допустим, рассказывать про то, чем он занимался, про свои трудовые навыки, кем был, но при этом, предложив ему нарисовать вот этот самый простой тест рисования часов, он может не нарисовать это. И такие случаи были, даже родственники удивляются. То есть, у него нарушены функции, праксис, гнозис, он не может воспроизвести вот эту картинку. И уже, в принципе, осмотра и вот этого исследования психологического, где предлагаются различные виды тестирований, очень много различных методик, они уже позволяют поставить хотя бы предварительный диагноз. Но это не говорит о том, что больше ничего делать не нужно. Все-таки деменция, она бывает и вторичная при некоторых заболеваниях. Если мы это вовремя найдем, эту причину, то на ранних стадиях она даже может быть обратимой. Поэтому, конечно, мы назначаем общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимическое исследование крови и, например, гормоны щитовидной железы, обязательно исследуем. Затем электрокардиограмма назначается, контроль артериального давления, ну и однозначно необходимо провести МРТ, то есть головного мозга. И я не говорю, что на каждом исследовании МРТ мы можем увидеть изменения, но, как правило, в динамике затем все-таки эти изменения мы начинаем видеть, то есть описывают то, что визуализируется. Ну и, в принципе, идет дифференцировка диагноза, да? Конечно. То есть нам надо исключить другие патологии какие-то, чтобы действительно выйти. Совершенно верно. Владимир, а вот все-таки образ жизни, да, он влияет как-то, может быть, в детстве или в юношеском возрасте, или в подростковом, ну не знаю, и в более зрелом, да, вот образ жизни или генетическое предположение? Что вот именно провоцирует болезнь Альцгеймера? К сожалению, вот таких вот явных каких-то предиктов заболеваний, то есть каких-то явных причин, которые бы вызывали. Вот, к сожалению, получается так, причину мы не знаем. Хорошо сейчас изучим патогенез заболеваний, что происходит в головном мозге. Вот одна из таких ведущих теорий, это теория амилоидная, так называемая, когда происходит накопление белка бета-амилоида в головном мозге, и образуются вот эти очаги, которые в дальнейшем как раз-таки видны на МРТ. Вот, но почему это происходит, никто не знает. Какие факторы? Вот если говорить о генетических, например, факторах предрасположенности, то, кстати, не очень высокий процент генетической предрасположенности, примерно 5%, говорят о том, что высшая вероятность, допустим, если в семье болели, это невысокий процент. Образ жизни, то, о чем вы начали говорить, конечно, он влияет, но он влияет в целом на организм, потому что, естественно, что головной мозг и вся нервная система, они же находятся, в организме функционируют в целом, и поэтому все то, что влияет на общее неблагополучие нашего организма, и физическое, и психическое, конечно, может влиять и на возникновение деменции, в том числе болезни Альцгеймера. Конечно, мы не можем тоже полностью провести параллель с тем, что было одно время утверждение, что люди все-таки умственного труда, те, которые занимаются интеллектуальной работой, они менее подвержены этому заболеванию, но, к сожалению, это не так, потому что мы знаем примеры и Рональда Рейгана, и Маргарет Тэтчер, к сожалению, но все-таки вот само течение заболевания и его прогрессирование у людей, которые занимаются умственным трудом, всегда находятся в процессе познания, но в образовании происходит немножко медленнее, потому что их мозг, гибель нейронов мы не можем предотвратить, но все-таки компенсационную функцию тех нейронов, которые остаются, и вот эти связи, которые образуются, когда мы познаем новую информацию, вот это долгое время еще позволяет этим людям находиться в более хорошем состоянии, нежели, допустим, другие люди, которые занимаются другими видами труда. – Владимир, но существуют ли, может быть, какие-то приемы или какие-то упражнения, какая-то гимнастика, я не знаю, такая мозговая, как говорится, чтобы как-то затормозить, или, может быть, вообще приостановить развитие болезни Альцгеймера? Существуют какие-то методики такие? – К сожалению, вот, опять же, каких-то облигатных таких, то есть точных методик, которые бы… – Чтобы это явно помогало, да? – Да, вот что мы скажем, вот этим занимайтесь, у вас точно никогда не будет болезни Альцгеймера. Таких нет. Вот на 100%, к сожалению, не застрахован никто. Но, однако, все-таки, есть какие-то новые тенденции, новые рекомендации. Вот, в частности, например, опять же, не могу об этом не сказать, то, что здоровый образ жизни – это обязательное условие, потому что правильное питание, правильный режим труда и отдыха, достаточный сон, отказ от вредных привычек – это в целом улучшает… – Это очень важно, Владимир, это не просто слова, это на самом деле важно. – На самом деле важно. – Базово, базово все это. – Это база, потому что если ваш организм в целом здоров, то, естественно, риск возникновения любых заболеваний, в том числе и деменции, он меньше во много раз. А вот, допустим, такая рекомендация, которая ранее достаточно часто озвучилась, допустим, разгадывание кроссвордов и заучивание стихов, вот эта тенденция в современном мире несколько устарела. Все-таки говорят о том, что работа мозга должна быть не механическая, а все-таки направлена именно на познание новой информации. То есть что это такое? Это вот, допустим, тоже изучение, вот как профилактика, изучение иностранного языка, пожалуйста, изучение какой-то новой информации. То есть то, что человек до этого, допустим, не интересовался, не обязательно это должна быть какая-то информация рода чтения, познавания. Пожалуйста, творческий труд, творчество, фантазии, воображение. Для этого сейчас есть масса возможностей. Это тоже все способствует улучшению связи в головном мозге, это тоже способствует развитию мозга и не дает ему, грубо говоря, дремать. Пожалуйста, занимайтесь там и творчеством, шитьем, каким-то моделированием, ну, чем угодно. Простор огромный. И, конечно, это тоже доказано, что физические нагрузки, посильные аэробные нагрузки, они укрепляют и память, и внимание, и мышление. И это тоже необходимо, чтобы организм постоянно испытывал. Владимир, вот болезнь Альцгеймера у людей, да? Вот, скажи, пожалуйста, вот все-таки существует ли какое-то лечение? Я понял, что лечение очень такое объемное, оно комплексное, очень непростое. Нет какого-то стопроцентного, да, такого лекарства, чтобы вот дать человеку, и вот, да, какой-то период времени он пропил, да, и все стало лучше. Но все-таки существуют ли какие-то методы лечения, которые, ну, хотя бы приостанавливают вот болезнь Альцгеймера, не дают ли этому заболеванию развиться вот для каких-то вот таких, ну, скажем, крайне тяжелых случаев? Конечно, сейчас и вот лечение существует, и более того, это как раз-таки один, можно сказать, из таких прорывов в этой области. Потому что еще несколько, там, ну, допустим, десятилетия назад подход к лечению был несколько иной. И он не оправдывал себя, особенно вот, допустим, в России, когда применяли большое количество наотропных препаратов, сосудистых, это не оправдало себя, и сейчас, как во всем мире, так и в России, используется доказательная медицина и те группы препаратов, которые доказали свою эффективность в лечении данного заболевания. Да, к сожалению, мы не можем говорить, что мы можем излечить заболевание, но улучшить прогноз и улучшить... Вот качество жизни, и самое главное, не только пациента, но и у родственников. Родственников, да, конечно. Потому что, вот я еще, извините, немножко отступлю, вообще бремя ухода за пациентом с деменцией, это уже по всем подсчетам и доказано, это одно из самых тяжких вот времени. Нож. Потому что, нож, потому что ресурсы колоссальные, моральные ресурсы, финансовые ресурсы, физические, это все ложится огромной тяжестью на семью, это выгорание этих родственников и так далее. И поэтому как можно... Вот это как раз ответ на вопрос, когда родственники спрашивают, для чего лечить, если неизлечимо? А лечить для того, чтобы ваш родственник как можно дольше оставался, чтобы болезнь не прогрессировала, и он хотя бы дольше оставался, скажем, хотя бы частично автономным. Ну, хотя бы. Что такое частично автономный? Он мог попить, покушать, если не приготовить, хотя бы разогреть приготовленную еду, осуществлять свои обычные функции, возможно, даже выйти на улицу, если недалеко. Ну, пусть даже сопровождение. Конечно. То есть, понимаете, вот это колоссальное, можно сказать, достижение, если такое происходит. Вот почему мы и говорим, чем раньше мы начнем лечение, тем вот этот переход от легкой к умеренной, от умеренной к тяжелой, он будет более длительным по времени. Могу привести примеры, вот конкретные такие случаи, не единичные, когда вовремя назначенное лечение, допустим, пожилой женщине позволило практически в течение 10 лет продолжать жить одной в квартире, выполнять посильную работу. Да, ее родные не бросали, каждый день приезжали, выводили гулять, готовили еду, но в целом все основное, вот те мелочи повседневные, она выполняла сама. Это, на самом деле, очень здорово. Ну, то есть, вот вытекает из нашего разговора, что вот все-таки нужно обращаться к врачам. Конечно. Обязательно. То есть, вот люди в белых халатах, да, всегда посоветуют, всегда скажут, как нужно вести, какому специалисту направить своевременно, да, и получается, на самом деле, вот оттянуть вот эти тяжелые последствия в болезни Альцгеймера. Конечно. Владимир, ну, не могу не коснуться темы вакцинации, да, вот сейчас мы очень к этому серьезно относимся, да, на самом деле, и если мы действительно вот так всеобщей вакцинации не проведем, да, то есть не достигнем вот этих 60%, да, то на самом деле... Уже 80%. Да, ну, сейчас, да, хотя бы 60%, а потом дальше уже 80%, да, чтобы действительно вот эту пандемию остановить и, на самом деле, снизить летальность, заболеваемость и осложнение этих заболеваний. И, на самом деле, вот когда мы говорим людям, да, вот, что вы делаете вакцинацию не только даже для себя, а вы делаете это для своих близких, для своих родных, то есть действительно, чтобы их уберечь, потому что штамм очень серьезный, он мутированный, да, и помогает только вакцинация. Пациенты с хроническими заболеваниями в любом случае относятся к группе риска, которые подлежат, ну, я так не повоюсь от слова, обязательной вакцинации от ковида, да, потому что последствия самой коронавирусной инфекции, ну, в разы просто, да, в сотни раз опаснее. Ну, конечно, чуть просто погибнуть можно. Да, да, а это вакцинируйся и, как говорится, живи спокойно. Пациенты тоже с болезнью Альцгеймера, ну, и другими психическими заболеваниями, вот, в силу вашего опыта, они же тоже относятся к группе риска, которая тоже подлежит вакцинации, вот ваше мнение. Конечно, данные пациенты действительно относятся к декретированному пациенту, к декретированной группе, и, конечно, они должны прививаться в первую очередь. Если говорить о психических расстройствах, они ни в коем случае не являются противопоказанием к прививке, а наоборот, если мы сегодняшнюю тему возьмем, то как раз вот болезнь Альцгеймера и деменция, это лица, как мы говорим, уже, как правило, за 60, то есть это уже группа риска. И плюс все-таки это люди, как правило, ослабленные, особенно вот уже в период, когда заболевание выражено. Они ослаблены, они маломобильны и, естественно, требуют постоянного ухода. Приходящие к ним, возможно, это сиделка, возможно, это родные, и контактируя с ними постоянно, конечно, они могут принести и заразить их инфекцией, и поэтому прививать таких пациентов нужно в первую очередь. Но единственное, конечно, если мы говорим вообще о группе всех пациентов с психическими расстройствами, это нужно сделать сначала проконсультироваться с врачом, потому что прием некоторых препаратов может либо на время быть небольшим дотводом, либо, допустим, на период вакцинации снижаются дозы. Но это очень маленькое количество пациентов, это, как правило, пациенты стационарные, то есть которые находятся в очень тяжелом состоянии. Все те, кто лечится дома амбулаторно, у них никаких противопоказаний нет, и привиться нужно в первую очередь. Обязательно. Обязательно. Урландин, ну и, может быть, какие-то пожелания такие добрые, и как от психиатра, и как от человека, да, такие просто, ну, может быть, даже родственникам, кто наблюдает, кто ухаживает за своими близкими, у которых именно болезнь Альцгеймера, и, может быть, другие какие-то психические заболевания, да, какие-то свои добрые советы. Уважаемые зрители, хочу обратиться к вам и отметить два момента. Первое. Пожалуйста, когда вы видите своих родных, может быть, близких, соседей, пожилых людей, которые начинают говорить о каких-то проблемах с памятью, посылают какие-то другие сигналы о своем нездоровье, пожалуйста, обратите на это внимание и не поленитесь, приведите их на прием к врачу. Даже если диагноз не подтвердится, ничего страшного, но за этим человеком будет вестись наблюдение, возможно, его нужно будет посмотреть в динамике, и тогда мы не упустим вот тот самый момент, когда назначенное лечение будет эффективно. Ну, и еще я хочу сказать, что, конечно, на наше самочувствие влияет не только наше физическое благополучие, но и психическое благополучие. Поэтому старайтесь видеть в жизни красоту, радость, доброту, чаще улыбайтесь, ведь жизнь – это такой бесценный дар, и как мы им распорядимся, зависит только от нас. Спасибо большое, Владимир Владимировна. Спасибо. Ну что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, всем желаю удачи. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова